Сейчас о новой идее Министерства образования и науки, которое инициирует проект по открытию в университетах комнат для пребывания детей, студентов и сотрудников. Это позволит молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания. Миноборнауки осенью 2023 года рекомендовала вузам устраивать для малышей группы краткосрочного пребывания или комнаты матери ребенка, а также выпустила методические рекомендации, в которых разъяснила, что именно надо сделать. В частности, вузам советовали открывать комнаты для детей на первых этажах, оборудовать их мебелью, в том числе пеленальным столиком, санузлом, а также бытовой техникой для хранения и разогрева еды. Мы спросили у тверичан, что они думают по этому поводу. Это помогло бы мамам получать образование в дальнейшем. Ну, конечно, отвлекающий фактор это был бы, но так в целом, если нет другого выхода, то мамам это помогло бы. Очень хорошо. Это я приветствую. Я уже слышала про это. Вообще идеи хорошие. Звучит практично. Да, что-то в этом, безусловно, есть полезное для общества. У меня сестра в 22 года родила ребенка, параллельно учится. Чувствует себя достаточно комфортно. Настрой, поддержка всегда имеют большое влияние, конечно. Да, я думаю, кому действительно это нужно, то я думаю, да. Почему нет? Ну, это будет тяжело, но кому сейчас легко? Не, ну, понятное дело, нет. Кто хочет учиться, у некоторых нет возможности, у некоторых нет отцов, допустим. Почему нет? Я думаю, что эффективное. Поможет. Не то, что нет, она поможет. Мама будет уверена, что она в любой момент может встать с аудитории, пойти покормить ребенка. Она должна быть уверена, что ребенок сыт. Да, это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова